Здравствуйте! Меня зовут Евгений Блинков и сегодня мы поговорим о том, что нужно знать учителю биологии о новом образовательном стандарте. В последние десятилетия наука биология как никогда приобрела большое значение в жизни человечества. Она сделала возможное развитие биотехнологий. Биология раскрыла секреты кодирования информации в ДМК, она рассказывает об удивительном мире живой природы, а также о многом другом, таинственном и загадочном. А что меняется в преподавании биологии в современной школе? Федеральный государственный образовательный стандарт – один из самых важных для школы документов. Он обеспечивает единство учебной и воспитательной деятельности и формирует единое образовательное пространство по всей стране. В этом документе закреплены требования к структуре, условиям реализации и результатам освоения образовательной программы школы. Без знания стандарта учителю биологии нельзя составить рабочую программу, а значит и организовать деятельность своих учеников так, чтобы достичь планируемых образовательных результатов. Какие же особенности стандарта важно знать учителю? Прежде всего то, что в нем четко конкретизированы требования к трем типам образовательных результатов. Требования к личностным результатам в новом стандарте детализированы и учитывают важность гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, трудового, экологического и физического воспитания. Подчеркивают стандарт и необходимость формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, а также осознания школьниками ценности научного познания. Бедмет биология играет важную роль в формировании личностных результатов. Так, в целях гражданского и экологического воспитания мы учим детей планировать и участвовать в природоохранных мероприятиях, обосновывать практическую значимость собственной природоохранной деятельности. Для формирования ценности научного познания важно вовлечь школьников в самостоятельную познавательную деятельность. В большинстве тем обучающиеся могут провести опыт для наблюдения, выполнить исследовательскую или проектную работу, оценить вклад российских и зарубежных ученых в науку. В целях физического воспитания и формирования культуры здоровья школьники на уроках биологии учатся раскрывать значения физической культуры, обосновывать необходимость соблюдения санитарных и генических норм и правил поведения в окружающей среде для сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих людей. В стандарте новой версии конкретизированы виды метапредметных результатов, дана их классификация по видам универсальных учебных действий познавательных, коммуникативных и регулятивных. Среди познавательных выделяют базовые логические действия. Овладение ими отражено в таких предметных результатах по биологии, как характеризовать существенные признаки объектов и процессов, осуществлять поиск сходств и различий объектов живой и нежилой природы, выявлять причинно-следственные связи. Базовые исследовательские действия связаны, например, с таким предметным результатом, как наличие опыта использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов. Нельзя забывать и о работе с информацией. Без этого учебного действия не обходится ни один урок биологии. Овладение коммуникативными действиями происходит через развитие умений представлять аудитории продукт проектной работы, высказывать и обосновывать собственную точку зрения, в том числе взаимодействуя в группе. В формулировке «самоорганизация», «самоконтроль», «эмоциональный интеллект», «принятие себя» и других описывают регулятивные действия. Учитель может формировать их, предлагая ученикам ответить на вопросы. Что нужно сделать, чтобы достичь результата? Как составить план исследований? Достигнуто ли поставленная цель? Обновлены в стандарте и требования к предметным результатам. По биологии выделены результаты базового и углубленного уровней изучения. Предметные результаты на базовом уровне достаточно конкретны и понятны. В них детализированы элементы содержания. Появились новые результаты. Решать учебные задачи биологического содержания. Создавать и применять словесные графические модели. Интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов. Понимать вклад российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук. Владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме. Проводить учебные исследования или проектную работу. Результаты углубленного уровня отличаются. На этом уровне обучающиеся должны уметь свободно оперировать знаниями биологических наук. Понимать механизмы биологических процессов и их применения в генетической инженерии, геномике, биоинформатике. Понимать и уметь объяснять принципы современных биомедицинских методов причины заболевания. Предметные результаты углубленного уровня не являются самодостаточными. Они предполагают достижение предметных результатов на базовом уровне и дополняют их, в том числе, за счет содержания курса общей биологической закономерности. Работа с углубленным содержанием уже в основной школе даст обучающимся возможность сориентироваться в выборе профиля, определиться с будущей профессией. Что может помочь учителю биологии в процессе ежедневной работы не обращаться к тексту стандарта, чтобы следить за достижением предметных, метапредметных и личностных результатов? В Московской электронной школе появился сервис планируемые результаты. Учителя пятых классов уже используют этот инструмент в своей работе, а с 1 сентября 2022 года будут доступны планируемые результаты для всей основной школы. Формулировки результатов полностью соответствуют новому в ГОС и понятны не только учителю, но и ученику. Помните, что учитель на уроке создает условия для открытия школьниками нового знания. Старайтесь уходить от объяснения материала, дайте возможность ученикам совершать собственные открытия. Выступайте не транслятором знаний, а организатором познавательной деятельности школьников. Стандарт нацеливает педагогов на реализацию системно-деятельностного подхода. В планируемых результатах он ярко выражен в таких глаголах, как исследовать, распознавать, преобразовывать, устанавливать, применять и других. Еще одна особенность инструмента МЭШ – выделение результатов трех типов. Репродуктивные результаты связаны с повторением знаний, действиями знакомой ситуации и известным способом. Продуктивных результатов ученик достигает, действуя в измененной ситуации, выбирая способ действия и анализируя имеющиеся источники. Рефлексивные результаты поддаются тем, кто способен действовать в новой ситуации, предлагать пути решения задач и добывать знания самостоятельно. В следующем выпуске мы поговорим о том, что нужно учесть учителю биологии при разработке рабочей программы по предметам. Нам очень интересно, какие вопросы о новых стандартах у вас возникли после просмотра этого видео. Пожалуйста, воспользуйтесь QR-кодом и примите участие в вопросе. Ваши ответы станут для нас ориентиром при подготовке следующих выпусков о новых стандартах школьного образования. До новых встреч!